а здравствуйте скажите пожалуйста это владимир мамаев получили мы от вас письмо очень страшная прям хочу ругаться но думаю пока не буду ругаться хочу просто выяснить что это такое давайте давайте зачитаю значит уважаемый владимир дмитриевич это мой отец связи с тем вы сменили место жительства просим вас и членов вашей семьи в добровольном порядке сняться с регистрационного учета по прежнему месту жительства а именно из квартиры по улице энергетиков пгт поселок туманной кольского района морской области издать квартиру у вас этот юрист вообще образование да 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 у вас юрист имеет образование юридическое у меня большое сомнение я как паспортист просто но я я просто понимаю она занимается сейчас скажем так расселением к потому что мы четвертый дом расформировываем потому что осталось очень мало там семей у них надо переселить нашу коробку скажем так и тех кто ну не по факту не проживает спасибо насколько я вот поэтому я вот поэтому и спрашиваю вообще юридическое работа она именно занимается тем чтобы это расселение кто не проживает по факту здесь очень долгое время то есть насколько я даже поняла были ходили с управляшкой я не ошибаюсь делали акты о непроживании то есть ну то встречались несколько звонили что соседи подтверждают что давно ну там никто не живет вот и поэтому я вот поэтому и спрашиваю вообще юридическое образование есть у вашего юриста который совершает такие вещи и самое главное пишет такие письма ладно там по телефону поговорили забыли но когда я читаю это письмо у меня но волосы дыбом встают так ничем не руководствуется нету ни одной ссылки никакую норму права просто в добровольном порядке сняться с регистрационного учета просто вот я не знаю вообще ну вот бери прямо в прокуратуру посылай как обычно житель да такое интересное письмо а кем подписано скажите пожалуйста его главы администрации кожина е а ну просто понимаете что такие вещи не делается это понятно просто очень интересное что у нас сегодня короткий день и глава ушла но она должна еще вернуться его скажите свой номер я у нее отточню по какому принципу и что как такие письма вызывали просто я очень далека от этого но кабу кая муха слышал чем они там ну что проводится такая работа просто она должна знать да задействуйте мой телефон номером легко запомнить девятьсот двадцать один шесть шестерок один ой раз два три раз два три один а мама и владимир владимирович слушайте владимир владимирович тут либо сейчас глава придет будем в первом начальном порядке рассматривать ваш вопрос либо прям на юристку выйдем она просто самолетом летит не знаю летит она еще или нет ну раз у вас такой да если у вас есть такое официальное письмо я надеюсь вы меня точно также отправите скажем так отмену этого письма чтобы мне кипиш не не подымать там найти то что вы там насколько мне известно у моих родителей задолженности по коммунальным услугам нету то что они там скажем так временно не проживают но извиняюсь за выражение это частная жизнь она не должно никого волновать том числе тех людей которые ходят там какие-то акты составляют и людей опрашивают это есть уголовная статья за это дело так вот между делом а у вас какая должность должность какая у вас паспортист паспортист я занимаюсь паспортным столом то есть регистрации людей кто хочет выписаться да немножко юридическую часть вопроса расселение приселение я в это ну а что 9 дом там что расселяют уже полностью или что что случилось ну вот я не понимаю почему 9 дом вот честно это надо на нашей юристке спросить ну почему такое решение из чего она взяла и если она в письме еще ни на что не руководствуется и подписала его главы ну я просто сейчас выясню ладно сейчас придет глава я могу второй абзац дочитать может быть из него вы что-то поймете ну давайте ага при невозможности переезда в назначенный поселок в котором вы и члены вашей семьи не проживают уже более десяти лет это вот я не знаю откуда эта информация вам необходимо уведомить об этом администрацию поселка Туманный Кольского района в срок до 27.05.2023 года если такого уведомления не поступит администрация намерена пригласить участкового для вскрытия квартиры ну просто чудеса я не знаю чем там вас юни занимается я нахожусь в такой уже ситуации как вы знаете я первый раз об этом слышу и честно говоря вникать ну даже если я в нитку найду ничем сейчас предглава я ей все объясню она вам позвонит либо юрист наш позвонит вам в обязательном порядке все хорошо хорошо до свидания и каким-то образом объявитесь и участвуйте в проживании и собрании собственников жилья и так далее и тому подобное как положено по договору социального найма а я с кем вообще разговариваю меня зовут Наталья Викторовна я юрист а юрист ну прекрасно что вы юрист а давайте я сейчас открою вот это письмо где вот тут мне его написали сейчас секундочку так вот смотрите я читаю в связи с тем что вы сменили место жительства просим вас и членов вашей семьи в добровольном порядке сняться с регистрационного учета по прежнему месту жительства а именно значит адрес поселок туманы и сдать квартиру по акту приема и передачи управляющей компанией ООО ЭКОДОМ при невозможности вот в этом абзаце вам что-то непонятно это что какой-то ультиматум звучит это как-то странно звучит вы какую-то норму права сошлитесь хотя бы вы можете открыть жилищный кодекс часть 3 статьи 83 по причине того что человек сменил место жительства договор социального найма считается расторгнутым если если вы не желаете расторгать договор социального найма вы объявитесь напишите нам заявление когда вы приедете ой давайте еще раз я просто забыл как вас зовут чтобы общаться сейчас Наталья Викторовна Наталья Викторовна Наталья Викторовна чтобы не забывать так Наталья Викторовна вот смотрите вы как юрист должны прекрасно понимать что вы когда пишите письмо вы должны ссылаться на соответствующие нормы права не сейчас меня посылать да куда-то там посмотреть а в самом письме это указать потому что у вас звучит Вы можете в своем заявлении попросить разъяснить мы вам разъясним если у вас нет понимания какая Я похож на попрошайку Послушайте у вас договор социального найма договор социального найма предусматривает проживание поскольку проживания нет я вам в письменном виде все это разъясню если у вас есть желание Смотрите давайте начнем с того что вы сначала научитесь грамотно писать письма для начала а потом мы с вами побеседуем хорошо Вот в этом абзаце вам что непонятно Давайте я вам скажу так вот я понимаю что я с вами не буду общаться как с юристом потому что вы юрист так понимаю ну никакой потому что когда я читаю такие письма я делаю соответствующие выводы ну в двух словах на пальцах да я юрист в двух словах на пальцах значит вот я вам говорю то что вы сейчас совершаете как минимум самоуправство и как максимум вмешательство в частную личную жизнь у квартиросъемщика есть какие-то задолженности за коммунальные услуги или что в чем проблема вы оплачиваете через судебных приставов с чего вы взяли если вы проживаете вас больше десяти лет нет в поселке Наталья Викторовна вы мне скажите вы следите вы интересуетесь частной семейной жизнью я не интересуюсь частной и семейной жизнью я интересуюсь собственностью администрации ну а в чем проблема человек снимает квартиру социальный найм платит за жилье в чем проблема так и напишите что вы снимаете квартиру в смысле напишите договор заключен коммунальные платежи платятся какие вопросы я не могу понять вы просто ну вдумайтесь в саму вы отсутствуете вы не занимаетесь я еще раз спрашиваю вы следите за нами ну вы скажите русским языком я задаю простой вопрос вы следите за нами слушайте у вас нет более десяти лет не я слежу за вами а кто вот мне интересно кто следит напишите пожалуйста мне кто за мной следит тем более десять лет у вас прям там шерлок и холмсы мне сообщили свидетели что вас кто вам сообщил кто сообщил мне интересно более десяти лет отсутствуют кто сообщил вы обязаны принимать участие в назовите норму права где сказано что я обязан принимать участие какое участие какое участие да слушайте вы во первых должны проживать во первых во вторых вы должны кому я должен проживать назовите норму права по договору социального найма ну назовите норму права что я что то кому то чего то должен вы в этой квартире проживаете или нет в этом письме вопрос вы проживаете в квартире или нет ответьте нам пожалуйста в этом в этом письме вы предлагаете в добровольном порядке собрать шмотки и умотать в связи с тем что вы сменили место жительства если это не так то напишите тогда что вы еще раз спрашиваю на каком основании я должен перед кем то отчитываться вы занимаете собственность администрации так потому что заключен договор в чем проблема то договор договор уже не заключен вы его расторгли фактически 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 вы там не проживаете договор предусматривает договор предусматривает проживание 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 договор предусматривает договор предусматривает проживание проживание договор предусматривает проживание договор предусматривает проживание проживание договор предусматривает договор предусматривает Это не предмет сегодняшнего разговора. Ну, я вам показываю абсурдность вашего вот этого вот непонятно чего. Человек имеет право, у нас по конституции свобода передвижения, понимаете? Человек может проживать сегодня здесь, завтра там, послезавтра здесь. Вот у него есть постоянное место жительства, согласно регистрации, правильно? Вы знаете, да, поселок Туманный? Где бы более 10 лет ни одного дня не появлялись. Я вас еще раз спрашиваю, вы влезаете в частную личную жизнь? Тогда я сейчас напишу заявление в соответствующую инстанцию. Вы мне только назовите фамилию, имя, отчество того человека, который следит за членами семьи, кто чем занимается. Кому какое дело, кто где и когда приезжает. У меня может на один день туда человек приехал, понимаете? Он не обязан там находиться и перед кем-то отчитываться. А если за соседи там суют нос, куда они не следуют, то это другая история будет, понимаете? Я вас еще раз спрашиваю, кто вам сообщил такую информацию? На кого писать заявление? Слушайте, ну, во-первых, коммунальные службы жалуются, что вы оплачиваете только через судебных приставов. Начнем с этого. Причем не с коммунальной службы. На сегодняшний момент есть какая-нибудь задолженность за коммунальные услуги? Ну, я вас слушаю. Я буду готовить иск и все ваши задолженности представлю в суд. Так нету никаких задолженностей. Я вам открою секрет. Никаких задолженностей о том, что вы там не проживаете. Наталья Викторовна, как ваша фамилия? Вы, насколько я понял, абсолютно некомпетентны. Вам нужно срочно увольняться. Я вам советую это сделать немедленно. Что вы говорите? Да. Я могу приехать в поселок Туманы, но это вам будет стоить очень дорого. Очень дорого будет стоить. Приехать? Слушайте, это ваше право, приехать или нет? Наталья Викторовна, я просто так не приеду. Для вас будут серьезные последствия. Как ваша фамилия? Это ваше право, приехать или нет? Ваша фамилия как? Моя фамилия указана в письме. А, это вы написали? Сейчас, секундочку, посмотрю. Ага. Пономарева Наталья Викторовна. Все понятно. Давно работаете юристом? Я вам перезвоню завтра. Я вам перезвоню завтра. Сейчас у меня уже нет времени, извините. Да? Вы хотите со мной еще завтра пообщаться? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!